Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, надо ли благословлять детей на брак? И на брак, и на все, что делают дети, они должны получать родительское благословение. Я думаю, что брак в данном случае, как такое событие, самое значимое в жизни человека, когда он отлепляется от родителей, прилипляется к жене своей и становится двое одной плотью. Но не только брак это касается. Вы поймите структуру семьи. Структура семья — это структура церкви, где отец выполняет функции священника, мать выполняет функции дьякона, помощника священника, а дети выполняют функцию народа, который дьякон со священником должны привести к Богу. В этой связи надо понимать, что всякое деяние, совершаемое внутри семьи, должно совершаться с чьего благословения? Ну, конечно, с отцовского. Вот в Евангелии от Матфея есть строчки, когда Господь говорит, что мы, почитая отца и мать, злословящая отца и мать, смертью до умрет. А вот мне хотелось бы все-таки остановиться на книге Иисуса, сына Сераха. «Делом и словом, почитай отца твоего и мати, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания». Не только на брак. Дети приходят благословляться перед сном, переходят благословляться перед школой. На что? На послушание и получение знаний. Приходят благословляться, когда выполняют какое-то послушание. Приходят благословляться, когда едут куда-то далеко. Но любой поступок детей должен совершаться с разрешением, а значит, с благословением родителей. Ну, вот в данном случае брак, конечно. Без благословения родителей лучше, знаете, пройдет три месяца, и вот так человек берется за голову, говорит, господи, куда я свою голову засунул. А родители знали тебя заранее, предупреждали. Не поступай опрометчиво, подумай 150 тысяч раз. Вот, поэтому слушаться родителей и поступать в соответствие с их благословением, это значит, что всем своим отношениям предавать благословение от Бога. Нет, значит, идти поперек родителей и Бога. И как у Иисуса, сына Серафа, написано, получать от Бога благословение, либо получать проклятие. Помоги в Господе. Аминь.